Дэнни Дэн Зонгпа. Он говорит, что следит за погодой. «Я стараюсь жить там, где приятный климат», — говорит Дэнни, который часто проводит лето в родном городе Сикким. «Помимо съемок в фильмах, мне нравится заниматься спортом, петь, рисовать, лепить», — произносит он, указывая на статую Моисея в своем доме. У него также есть процветающий бизнес, пивоварен в Сикиме, Арисе и Гувахате. Актерская игра — это создание иллюзий. «Таким образом я обманываю людей, а благодаря пивоварням еще и опьяняю». «Плохой из меня буддист», — шутит над собой 73-летний актер. Дэнни Дэн Зонгпа отлично проявил себя в актерской профессии, но если бы не слезы его матери, он служил бы в индийской армии. Лауреат премии «Лучший кадет» даже участвовал в параде в честь Дня Республики. Но во время китайской агрессии в середине 60-х в наше село каждый день доставляли груз 200. Его мать была в отчаянии и настояла на том, чтобы Дэнни отказался от своих планов пойти в армию. «Я был бы отличным офицером. Печально, что в нашей отрасли отсутствует дисциплина», — сетует актер. Почему же он играл злодеев? Вместо этого Дэнни подал заявление на курсы актерского мастерства в Индийский институт кино и телевидения в Пуне. «Я умел петь и играть на флейте, поэтому решил научиться музыке. Но потом понял, что музыка — это часть актерского курса. С его нетрадиционной внешностью работать было очень нелегко. В 70-х крупные производственные дома создавали семейные драмы. Я не подходил. Мне сказали, что я не похож ни на отца, ни на брата. Единственное, что я могу получить, — это роль какого-нибудь слуги», — улыбается Дэнни. Между тем, параллельное кино в Индии набирало обороты. Дэнни дебютировал в фильме «Бээр и Шары» «Зарурат» 1971 года. Затем последовал «Ищу тебя» 1971 года, в котором он сыграл небольшую роль кукловода. Вскоре последовали такие хиты, как «Туман» 1973 года, «Самозванцы поневоле» 1974 года и «Кали Чаран» 1976 года. У индустрии не было другого выбора, кроме как принять меня. Мне было неинтересно играть главную роль, потому что герой должен был танцевать, а я этого делать не умел, от слова «совсем». У меня получался только комплекс спортивно-физкультурных упражнений. Вот и все, — говорит Дэнни, который позже стал главным злодеем Болливуда. Почему он не сыграл Габара Синха, культового злодея из фильма «Месте закон»? Дэнни удивил многих, отказавшись от роли легендарного Габара Синха, которую тогда играл покойный Амджад Хан. В новостях уже вовсю писали, что роль злодея в мультизвездном фильме «Рамэша Сиппи» исполнит Дэн Зонгпа. Я подписал «Крестного отца» 1975 года Фероза Кханна и собирался уехать в Афганистан. «Рамэш Джи хотел снимать сцены в определенное время, которые я уже отвел на съемки в Афганистане. Я не мог отказаться, хотя очень хотел сыграть Габара. Встреча моих режиссеров не смогла решить дилемму. Они так и не уступили даты». Но я ни о чем не жалею. Благодаря Габару Синху родился такой замечательный актер, как Амджад Хан. Это тоже принесло мне пользу. Главному герою в то время платили около 120 тысяч рупий за роль, а Амджад за роль злодея взял 110 тысяч. После этого гонорары и статус актеров отрицательных ролей повысились. Я тоже этим воспользовался. Почему Дэнни Дэнгзонпа отказывался работать с Амитхабхом Батчаном? Дэнни и Амитхабх давние друзья, но долгие 18 лет актер категорически отказывался делить экранное пространство с Батчаном. Я сдерживался от работы с Амитом, потому что был уверен, что он получает лучшие роли, и если я буду с ним в одном кадре, меня никто не заметит. Если бы фильм стал хитом, вся заслуга была бы его, а если провалился, то виноват, конечно же, был бы новый парень. Дэнни все же суждено было поработать с Батчаном. Когда режиссер Мукул Анант рассказал мне о роли Кончачина в драме «Огненный путь» 1991 года, я знал, что фильм не останется незамеченным. «Первый этап мы снимали на Маврикии, было 8.30 утра. Гримеры уже подготовили нас, но диалоги еще не раздали. Я нервничал и крикнул ассистенту. Через пять минут вошел Амитхабх, он услышал мой крик и пришел меня успокоить. «Давай отрепетируем вместе», — сказал он. «После этого у нас все пошло как по маслу, в комфорте и в гармонии». Вспоминает Дэнни, который в начале 90-х продолжил сниматься с Батчаном в таких фильмах, как «Добрые друзья» 1991 года и «Бог-свидетель» 1992. «Он всегда помнит Парвин Баби». «Спросите у Дэнни о Парвин». И он скажет, что она была самой милой и красивой девушкой в его жизни. «Мы были двумя маленькими детьми и прожили вместе четыре года. В те дни это было немыслимо. Мы прекрасно проводили время, но позже расстались. И расстались на хорошей ноте, оставшись друзьями». Позже Парвин встречалась с Кабиром Бэдди, а затем с Махешем Хатом и жила по соседству с Дэнни. Актер делится. Парвин все время приглашала меня на ужин. В те дни у меня появилась новая девушка, актриса Ким, сыгравшая главную роль в фильме «Танцор диско». И Ким это очень не нравилось. Кому понравится то, что бывшая приходит в дом твоего парня, когда захочет? Я забирал Ким со съемочной площадки, подвозил домой, а потом возвращался домой, где находил в своей спальне Парвин, смотрящий фильм на видеомагнитофоне. Я просил Парвин не делать этого, но она пожимала плечами. «Между нами ничего нет, мы друзья». «Думаю, она делала это намеренно», смеется Дэнни, добавляя, что ему пришлось просить Махеша, также своего друга, объяснить Парвин, что это нехорошо. Он помнит, как впервые заметил в Парвин странности. «Я обедал у нее дома, на столе стояли серебряные раковины. Когда я начал дуть в одну, она испугалась. Именно тогда Махеш сказал. Она начала бояться каждого шороха. Мне кажется, Парвин нездорова, у нее все чаще случаются истерики. Мы вызвали врачей, послали за Гуру. Он взял ее за руку и сказал, «Парвин, с тобой все в порядке, с тобой все в порядке». И она тогда успокоилась. Она верила Гуру. «Я всегда был рядом с Парвин, когда она нуждалась в поддержке». Дэнни не скрывает, как и почему Парвин оборвала с ним отношения. Однажды она случайно прочитала интервью, в котором Амитабх упомянул, что мы с ним хорошие друзья. «Все. Когда я пришел к ней в следующий раз, она посмотрела на меня через замочную скважину и назвала меня его агентом. Парвин страдала параноидальной шизофренией и смертельно боялась Амитабхабачана. Меня она боялась тоже», — говорит Дэнни. Спустя годы Дэнни присутствовал на ее похоронах. Для человека у дома, которого когда-то выстраивались очереди из режиссеров, в День прощания никого не было. Проводить Парвин в следующий путь пришли только ее бывшие возлюбленные Дэнни Дэнзонгпа, Кабир Бэдди и Махеш Пхат, а также режиссер Джонни Бакши, продюсер Карри Шах и актер Ранджит. Почему жена Дэнни лучшая? Дэнни, который, как говорят, встречался с актрисами Кимикаткар, Парвин Баби и Ким Яшпал, в конце концов женился на Гави, сикимской принцессе. «Потому что она была лучшей», — улыбается он. «Я познакомился с ней, когда она училась в последнем классе школы. Когда моя мать заболела, она попросила меня жениться на Гави. Я начал встречаться с ней, и в конце концов мы поженились. Некогда крутой холостяк стал примерным семьянином. Его сын Ринзинг и его дочь Пема учатся в Великобритании. Ринзинг занимается бизнесом, а Пема — анимацией. Сын, кажется, интересуется фильмами, но сейчас в приоритете образования». И вот на такой ноте мы завершаем рассказ о Дэне Дэнзонгпо. С вами был Александр и канал Болливуд Тайм. Ставьте лайк, пишите комментарии под видео и обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще по каким-то причинам этого не сделали. Субтитры сделал DimaTorzok